Кэрри Грант, настоящее имя, Арчибальд Александр Лич, родился 18 января 1904 года в Брестоле, Англия, Великобритания. Окончив в 14 лет школу, поступил в труппу мальчиков-акробатов, выступавшую в мюзик-холлах. В составе этой труппы в 1920 году приехал в США и остался здесь. Поначалу работал в варьете, затем перешел на театральную сцену, сумев добиться ведущих ролей в оперетах и музыкальных комедиях. Он говорил на сильнейшем Кокни изо всех сил старался избавиться от акцента лондонских низов. Смешавшись с языком английского высшего общества, которым молодой человек стремился овладеть, Кокни дал совершенно неожиданный эффект, он перешел в австралийский диалект. Друзья стали называть его кенгуру и бумерангом. Экзотический акцент станет его визитной карточкой, он отлично вписывался в облик благородного, эксцентричного и немного странного героя. Придет время, и женщины будут млеть от его протяжного, проглатывающего согласные звуки голоса, доносящегося с экрана. В 1932 году, оставив сцену, уехал в Голливуд, в который попал через заднюю дверь, был партнером на кинопробах у одной актрисы и приглянулся продюсеру. Paramount Pictures предложила ему контракт на пять лет, а заодно длинный список имен и фамилий, из которых он выбрал самые звучные, Кэри Грант. В рамках долгосрочного контракта снялся в 25 из своих 72 фильмов, без блеска, но уверенно чувствуя себя в любом жанре, и лишь в 1936 году, составив дуэт с Кэтрин Хэбберн в фильме «Сильвия Скарлетт». Сильвия Скарлетт, он, по выражению, режиссера Джорджа Кьюкера, твердо встал на ноги. Его отрицательный герой, мошенник Кокни, завоевал зрительское внимание. В следующие пять лет создал ряд ярких комедийных образов, от романтических любовников и эксцентричных чудаков до героев откровенно фарсового плана, ужасная правда, Зео Фул Трус, только у ангелов есть крылья Only Angels Have. Винкс, его девушка Пятница, His Girl Friday, Филадельфийская история, The Philadelphia Story, Подозрение, Suspicion. Его игра отличалась элегантной небрежностью, умением непринужденно раскрыть комический и романтический потенциал роли. С годами Грант изменился, лицо стало жестче, у губ появилась суровая складка, а в волосах первая седина. Ушла сладость, теперь это было лицо сильного мужчины, и это пошло на пользу карьере. Вместе с новым имиджем к нему пришел настоящий успех, отныне его игра оставляла ощущение полной достоверности, предельной естественности, Грант стал одним из самых органичных актеров Голливуда. Профессия не изменяла ему никогда, в 50-е годы благодаря Хичкоку Грант стал одним из известнейших американских киноактеров. В фильмах мастера ужасов зрители увидели подлинного Гранта, безупречная внешность, огромное обаяние и скрывающаяся за этим тяга к разрушению. Разделываясь с другими, Хичкоковский Грант уничтожал и себя. В последующих фильмах, пользующаяся дурной славой, Нотариус, 1946, Поймать вора, Тука Чейсив, 1955, На север через северо-запад, Норд-Бай-Норд-Вест, 1959, Гранту недоставало легкости и убедительности, присущих раням. Работам. Его последней работой стала роль в фильме «Иди, а не беги, волк, Дон Тиран», 1966. Ни разу не получив премии «Оскар» за свои роли, Кэрри Грант был награжден специальной премией «Оскар» за вклад в киноискусство, 1969. В 1976 году, ему было уже 73, Грант встретил ту, которую искал всю жизнь. Спокойная и доброжелательная шатенка Барбара Харрис жила в Лондоне и была моложе Кэрри Гранта на 46 лет. Он долго ухаживал за ней, в 1978 году Барбара перебралась к нему в Калифорнию, а в 1981 году они поженились. С пятой миссис Кэрри Грант он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Супруги вели тихую размеренную жизнь. Грант старел, но так и не превратился в старика, на него по-прежнему засматривались женщины, и жена ревновала. Он умер смертью, о которой может мечтать любой актер. Готовясь к выступлению перед поклонниками, Кэрри почувствовал внезапную слабость. Через два часа его госпитализировали с инфарктом. Перед тем, как навсегда закрыть глаза, 82-летний Грант слегка улыбнулся, он справился с закомплексованным неудачником Арчиличом и, наконец, получил от жизни то, что хотел. Умер из жизни 29 ноября 1986 года Девенпорт, штат Айова.